Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарь и по призванию. С нами виноградарство и виноделие понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях изготовления вин из белых сортов винограда, обсудим все нюансы и, конечно, раскроем вам некоторые секретики. Прежде чем мы приступим к маленькой лирической отступлению, если в ролике будет изменение резкости, где-то размытое изображение, то прошу вашего понимания, поскольку есть проблемы с камерой, и, к сожалению, оперативно их решить, починить камеру, либо поменять невозможно. Мы будем надеяться, что все-таки еще этот сезон она протянет. Наверняка многие из вас знают, что есть две принципиально разные схемы приготовления вина. Это белая схема, когда мы работаем только с соком, и красная схема, когда мы сбраживаем виноград на шкурке и косточках. Белое вино можно делать как из белого, так и из красного винограда, ну а красное, понятно, что из красного, потому что в белом просто нет этих красящих веществ. Мы с вами вот эти технологии затронем чуть позже, а сейчас поговорим об особенностях самой белой ягоды. Наверняка вы слышали такой термин, как окисление. Не путайте, пожалуйста, с оскисанием, это совершенно разные процессы. Что такое окисление? Когда химические вещества, содержащиеся в ягоде, при взаимодействии с воздухом, ну а точнее с кислородом, превращаются в новые вещества с другой ароматикой и с изменением цвета. Многие видели это на яблоках, особенно свежее яблоко. Мы откусили и надрезали, буквально через пару минут оно становится коричневым. То же самое происходит и с виноградом. Вот красная ягода, она в достаточно хорошей степени защищена от этого, но там тоже могут происходить окислительные процессы. Белая ягода защищена в меньшей степени. И поэтому виноделий нам надо максимально стараться избегать этого самого окисления. Конечно, есть определенная стилистика вин, где окисление приветствуется, но это скорее исключительно, там, хересная вина. Для нас пока это рановато, да. То есть в нашем случае в домашней виноделии окисление все-таки нежелательно. Потому что, повторюсь, и могут появляться неприятные вкусы, и ваше вино может вместо желтого, вместо золотистого становиться таким коричневым, неприятного цвета. Так вот, как нам этого самого окисления избежать? У нас есть, ну, как бы, да, принципиальных подходов. Первый – это добавление серы. Мы серу не используем, поэтому подробно этой темы не касаемся. Те, кто считает нужным ее использовать, я вас прошу только об одном. Почитайте учебники, почитайте схемы внесения этой самой серы, потому что они есть разные, и иногда я читаю, что буквально вот сыпят, сыпят, сыпят там все подряд. Так не надо делать. То есть есть определенные подходы, и если уже мы решили использовать этот химический агент, я не вижу в этом ничего такого плохого, критичного. Ну, просто изучите вот нормальный научный подход. Если мы не хотим использовать серу, а мы не хотим, у нас есть другой путь. Это воздействие температуры. В принципе, даже вот в промышленности, несмотря на то, что там используют серу, все равно некоторые вот эти вот моменты применяют. Значит, первое – чем ниже температура, тем окисление происходит медленнее. И белую ягоду для виноделия ее охлаждают. В теплых странах, например, сбор могут даже ночью проводить, когда холодно, когда прохладно. Ну, в нашем случае ночью сбор – это нехорошо, и даже бывает ранним утром нехорошо, потому что во время сбора ягоды у нас уже часто прохладная ночь, и утром обильные росы. Мокрую ягоду собирать плохо. Но у нас есть возможность ягоду охладить. Где? Банально в холодильнике. Конечно, иногда бывает такое, кто-то спрашивает, а как мне охладить тонну? Ну, можете не охлаждать, можете серую использовать. Это же уже, как говорится, по возможностям. Если мы работаем не самыми большими объемами, то мы вполне можем себе позволить ягоду поставить в холодильник на несколько часов. И вообще в дальнейшем желательно по возможности работать с белой ягодой при низких температурах. Второй вариант. Кстати, для тех, у кого нет возможности охладить, мы можем использовать высокие температуры. Смотрите, вот это самое окисление происходит за счет чего? В шкурке винограда содержится фермент, который помогает этому химическому процессу. И этот фермент разрушается при высоких температурах. Поэтому мы можем использовать эти самые высокие температуры. И тогда нам работать с белой ягодой станет гораздо легче. Каким образом? Значит, либо обдаем паром, либо опускаем в кипяток. Буквально вот опустили, подняли. Есть отдельный ролик по этой теме. Кому интересно, ссылку оставлю. Очень вещь рабочая. И еще такой момент. Смотрите. Конечно, нам нужно работать с хорошей, качественной ягодой, целой. Буквально недавно прочитала вот такую фразу. С хорошим санитарным состоянием. Но, к сожалению, может случиться так, что санитарное состояние ягоды будет не самое лучшее. Прошли дожди, напали осы, ягода потрескалась, начинает загнивать. Как бы мы ни старались, мы все равно где-то гнилую ягоду можем упустить. А гнили имеют особенно сильный вот этот окислительный фермент. Даже несколько гнилых ягод могут испортить нам всю сусло. И опять же, здесь мы либо используем серу, либо второй вариант – это тепло. Потому что тепло разрушит весь фермент, и мы спокойно сможем работать с этим суслом в дальнейшем. Значит, с этими особенностями разобрались. Следующий момент. Белая и красная схема. Логично, что белый виноград, мы с ним работаем по белой схеме. Но белая схема в домашних условиях – это не так уж легко. Если у вас нет пресса, то я вам даже не советую этим заниматься, честно. Потому что это сложно отделить сок, качественно отделить его. Нет, качественно вы отделите. Это без проблем. Но выход этого сока будет очень маленький. Поэтому, если нет пресса, то даже не советую. Значит, если пресс есть, то лучше всего прессовать виноград целыми гроздями. В таком случае он лучше прессуется, лучше отделяется сок, и мы получаем качественно классное сусло. Таким образом прессуют виноматериал для шампанского. Есть, конечно, другие подходы. Значит, если вы ягоду обобрали с грибней и пытаетесь ее отпрессовать, то даже не пытаетесь. Это очень сложно и получается очень плохо. Ягоду надо раздробить. Но смотрите, как только вы ягоду подробили, она свежая, в ней много таких слизистых веществ. И опять же, отделить от нее сок с нормальным выходом практически нереально. Если мы используем пресс, то у нас там будет со всех сторон вот эти шкурки переть, все брызгать, и получается обо что. Если мы используем фильтровальные ткани, вот как раз перед съемками мы привезли рулон. Нам очень классная, очень полезная вещь, в принципе, в виноделии. Рекомендую использовать. Так вот, если мы используем фильтровальные ткани, то опять же, вот эти слизистые вещества, они очень сильно забивают эти ткани. Надо большое давление, все оторвется. В общем, одно мучение. Поэтому я так делать не советую. Если вы где-то чего-то начитались, есть еще вариант, допустим, мы ягоду подробили и в холодном месте, чтобы она немножко настояла, чтобы натянулись некоторые ароматические вещества. Так вот, если вы решили пойти по такому опыту, используйте ферменты. Потому что без ферментов, ну, повторюсь, это просто мучение, как бы. Мы это все в свое время попробовали, плевали жутко. Крайне неудобно. Повторюсь, мы это все попробовали, крайне неудобно, очень плохой выход сока. Поэтому решили так делать, значит, используйте ферменты. Они продаются в специализированных магазинах. Но, как я уже сказала пару минут назад, да, что если у вас нет пресса, то и не пытайтесь делать белую схему. Ну, опять же, можно что-то пытаться как-то давить, но нормального выхода не получится. Что же делать тогда? Мы спокойно можем для белых ягод использовать красную схему. Кстати, такая стилистика вин сейчас набирает свою популярность. Наверняка вы слышали такой термин «оранжевая вина». То есть, это допустимо, это довольно популярно, и мы это смело можем использовать в домашних условиях. Белую схему мы все время попробовали, но, опять же, лично мы работаем и с белой ягодой по красной схеме. Значит, смотрите, чем удобна красная схема для белого винограда в домашних условиях. У нас будет нормальная сокоотдача. Здесь у меня баночка с закваской, специально оставляла, чтобы было видно. Как только у нас началось брожение, видите, шкурки, они становятся более такие тоненькие, да, отделяется сок. И уже закваски вот этой два дня уже вот такое нам отделить будет гораздо проще, даже не имея пресса и каких-то дополнительных приспособлений. Оно через друшлачок спокойно отделится, либо ту же фильтровальную ткань, либо даже марлю, любое все, что есть. Дома можно использовать, и получится более-менее нормальное отделение сока. При этом мы помним опять те же правила, то есть мы либо охлаждаем ягоду, либо греем, и очень хорошо использовать закваску. Чем быстрее наше сусло забродит в таком случае, тем лучше, потому что нам не нужен лишний контакт с кислородом. Как только сусло начинает бродить, все, оно становится защищенным. И более того, вот когда вы ягоду, ну, понятно, стандартно, да, мы обираем ягоду с грибней, мы ее подавили, и у нас может быть такое вот, даже здесь было сверху видно, коричневатое. Даже если мы работаем по белой схеме, то же мы поставили сусло отстаиваться, и оно прям такое может быть вот коричневое. Буквально, как только оно начинает бродить, все, у нас все замечательно, оно меняет цвет на нормальный желтый. Вот, смотрите, вот так лежит у нас виноград и охлаждается в холодильнике, это ананасный. Кратенько процесс. Перебираем, снимаем с грибней, убираем плоские ягоды, теперь дробим. Дробим мы либо специальной дробилкой, либо ручками, ножками, строительный миксер использовать для белой ягоды. Ну, это крайне плохо. Это очень большое окисление. На этой же стадии мы замеряем сахар и принимаем решение, нужно его добавлять или не нужно. Если нужно добавлять, то добавляем сейчас. Вносим закваску. Мы ее готовили заранее, за несколько дней, желательно где-то за неделю. Несли и хорошенько перемешаем. Брожение нам желательно запустить как можно скорее. Теперь дрожжам нужно некоторое время, чтобы размножиться и активно выделять углекислый газ. В это время у нас достаточно большая поверхность контакта с кислородом и нам надо ее уменьшить. И в этом нам поможет стрейч-пленка. Очень аккуратненько, плавными движениями, опускаем ее внутрь. И прям укладываем на поверхность сусла, максимально разглаживаем все пузырьки. Так вот аккуратненько, опа. Конечно, где-то мелкие пузырьки могут остаться, но это уже мелочи. Все, теперь переносим это в какое-то помещение, где у нас будет бродить. Напоминаю, что желательно более низкие температуры, насколько это возможно. Смотрите, прошли примерно сутки, да? И пленочка наша начала сама подниматься. Все, вот теперь ее можно убрать и работать как обычно. Перемешивать мисгу, топить ее в сусле раза два в день. Ну, единственное, если белая схема, вот ссылку на ролик про белую схему я оставлю. Там есть такой момент отстаивания. То есть вот мы отстояли сусла, сняли с осадков, все, запускаем брожение. Если мы работаем по красной схеме, все, ягоду подробили, нам тоже желательно запустить это брожение как можно скорее и для этого использовать закваску. Если вдруг у нас закваски нету, то, конечно, это не очень хорошо, но не критично. Следующий вопрос, сколько держать на мисге? Здесь, в общем-то, как со стандартной красной схемой. В зависимости от того, какое у вас сырье и что вы хотите получить на выходе. Если у нас ягодка немножко недозревшая, там косточка белая, либо чуть-чуть коричневая, это говорит о том, что ягода еще не до конца набрала свою фенольную зрелость, ароматическую зрелость. И в таком случае желательно было бы вообще работать по белой схеме, но, повторю еще раз, для намашних условий она сложно осуществить. Поэтому мы буквально день-два, вот чуть у нас эта шапочка поднялась, чуть мы смогли отделить сок. Все, этого достаточно. Если у нас косточка коричневая, это говорит о том, что там фенольная зрелость хорошая, и в таком случае мы можем себе позволить подержать на мисге дольше. Сколько? Ну, столько, сколько вы хотите, в зависимости от того, насколько насыщенное, плотное вы хотите получить вино. Можно держать и неделю, и две, и три, если, повторю, сырье позволяет раз, и если вы хотите такое прям ядреное вино получить, то все это можно делать. Мы стандартно держим на мисге белую ягоду примерно дней пять. То есть в домашних условиях с белой ягодой мы можем смело работать по красной схеме, либо если мы хотим работать по белой, то у нас должен быть либо пресс, либо использование ферментов, а может быть и одно, и другое. И еще пару слов о том, когда срезать белую ягоду на вино. Вот касательно красной ягоды, там все понятно, мы должны получить фенольную зрелость, мы должны получить коричневую косточку. Касательно белой ягоды здесь могут быть вариации. Первое мы можем снимать тогда, когда у нас набрался нужный нам сахар. Вот какой сахар нужен для вина, мы поговорим в отдельном ролике, но в зависимости от того, какую крепость вы хотите получить в итоге. Если вы хотите легкое, тонкое вино с низким уровнем алкоголя, то можно начинать работать с 17% сахара. Если мы хотим работать, допустим, с агрейстыми винами, тоже мы можем начинать с 17% сахара. Опять же, если мы хотим плотное, насыщенное, спиртозное вино, такое вот тяжеловатое, то мы держим ягоду до последнего, пусть вызревает косточка, пусть вызревает вот эта ароматика, и пусть набирается большое количество сахара. То есть в зависимости от. Но сегодня я уже употребила такой термин, как санитарное состояние. То есть на это мы тоже должны обращать внимание. Простить огнаете ягоду на кусте не имеет никакого смысла. И если мы видим, что вот у нас плохо все с ней, мы бы хотели, мы бы хотели вот это плотное, может быть, даже вино с остаточным сахаром, поддержать его максимально. Если не получается, значит, мы снимаем на том этапе, когда у нас еще ягода в нормальном санитарном состоянии. И в зависимости от этого уже решаем, как ее перерабатывать. Даже если ягода у нас с белой косточкой, немножко недозревшая, но при этом она имеет уже нормальный для нас сахар, то смело можно работать с ней по красной схеме, только вот на мезге держать буквально пару дней. Но на этом же процесс не заканчивается. Вот мы сняли наше сусло с мезги и поставили под затвор. Смотрите, опять же, с белой ягодой, поскольку она такая ароматная, то желательно, чем ниже температура брожения будут, тем лучше. По возможности. Есть возможность там буквально в 5 градусов сбрасывать, замечательно. Чем дольше она будет бродить, тем лучше, тем будет более тонкое, изящное и элегантное вино. Когда снимать с осадка? Вообще тогда, когда закончилось брожение. Но смотрите, я уже буквально недавно, когда мы обсуждали секреты виноделия, я говорила о том, что если брожение по каким-то причинам идет очень бурно, прям вот пена валит такая, в таком случае снимите с осадка. Мы уменьшаем количество питательных веществ для дрожжей, потому что с белыми ягодами там все-таки более тонкая ароматика, более изящная, чем в красном. И нам есть смысл, чтобы брожение протекало медленно. Если вы, возвращаясь опять же к фильтровальным тканям, будете использовать их в своей работе, то в таком случае у вас осадка большого не будет. У вас будет тонкий, красивый дрожжевой осадок и спешите с него снимать, за исключением, когда все идет слишком бурно. Не нужно. Более того, на этом тонком дрожжевом осадке белые вина даже по белой схеме можно выдерживать, иногда этот осадок взбалтывается. Это особая технология, она применяется в белых винах, и это дополнительно ароматика. Еще такой момент, когда вы снимаете вина из белого винограда с осадка, будьте предельно аккуратны. Часто первое снятие с осадка, скажем так, те, кто ленится, просто проводят из горла в горло. Так делать не нужно с белым, потому что вот оно, бывает, хлебнет кислородом, оно тут же становится коричневым, и тут же становится мутным. Да, его можно привести в порядок, это не приговор, но это достаточно муторно и требует определенных усилий. Снимаем аккуратненько трубочкой, и более того, конец трубочки мы помещаем на дно новой емкости, чтобы у нас не было разбрызгивания, и контакт сусла с воздухом был наименьшим. Единственный случай, когда может быть необходимо как бы такое вот проветривание и разбрызгивание, это если у вас сусло словило задушку, если появляется запах тухлых яиц, запах серый. Такое может быть, если вы используете чистую культуру дрожжей, да, они вам могут такое подложить свинью, и когда работаете исключительно по белой схеме. Почему так бывает? Дрожжам не хватает питания, и вот они так делают. Пару слов, да, те, кто используют чистую культуру, особенно вот для белой схемы, спрашивайте про дрожжи, многие культурные дрожжи, они очень сильно нуждаются в питании, и поэтому им нужны дополнительные подкормки. Вот с дикими дрожжами много лет мы работаем, и вот с ними все хорошо. То есть вот в таком случае, да, если такой запах почувствовали, там может быть проветривание, но опять же задушка – это не тема нашего сегодняшнего разговора, там много есть нюансов, много есть особенностей, и это отдельный большой разговор, может быть, даже и не на 15, и не на 20 минут. И опять же, после первого снятия с осадка мы наливаем емкость под горлышко, это обязательно, то есть с белыми суслами, чем меньше контакта с кислородом, тем лучше. И также можно встретить такую информацию, что, в принципе, и белой схеме, да, и белым ягодам не нужно яблочно-молочное брожение. Вопрос спорный, и виноделы разных стран к этому относятся по-разному. Мы для себя делаем так. Все процессы, которые должны идти в вине, они пусть и проходят. Поэтому вот сняли мы первый раз с осадка, под горлышко налили, затвор поставили, и все. Пусть оно булькает столько, сколько ему нужно булькать. Мы ему не мешаем, ничего с ним не делаем. Ну, дальше, в общем-то, все идет стандартно. В белых винах тоже может выпадать винный камень. Как правило, ну, вот по нашему опыту мы замечали, что он выпадает в несколько меньших объемах, чем в красных. Есть желание делать криостабилизацию? Можете делать. Нет, желание можете не делать. Для белых винах кислота, она, в общем-то, ну, не столь чувствуется. Она даже больше нужна для белых вин, скажем так, и вина с белого винограда, чем для красных. Поэтому тут все на ваше усмотрение. И еще один маленький секретик. Значит, белые вина, белые суслы не любят цвет. Поэтому желательно все всегда накрывать, чтобы прямой солнечный свет не попадал. за одним исключением. Значит, когда у нас белое вино практически готово, если мы его закроем в бутылке и выставим зимой, зимой на солнечный свет, в таком случае очень сильно ускорится созревание вина, и буквально за месяц вы можете получить тот же результат, что и за год выдержки. Тоже мною это было опробовано один раз, и, ну, действительно, ароматику вина сильно повлиялось. Можете поэкспериментировать, но не выставляйте всю партию. Попробуйте на одной бутылке, посмотрите, какой результат. Нравится он вам или не нравится, а тогда уже будете решать применять это ко всем либо не ко всем. И последнее. Говорят, что белые вина по белой технологии и, в принципе, вина из белого винограда, а еще и домашние, они вообще живут крайне мало. На самом деле, вопреки, они живут. В прошлом, по-моему, в прошлом году у нас был ролик, когда мы открывали бутылку реформа урожая 2019 года. Вино было 3 года, и оно было сделано с нарушением всех канонов виноделия. Тем не менее, оно прекрасно сохранилось, есть об этом ролик, и ссылку я вам тоже оставлю. Но, конечно, то, как вино будет храниться, во многом зависит от того, как оно сделано и от того, из какого винограда. Потому что какой-то виноград располагает, допустим, к длительному хранению и длительному созреванию вина, какой-то не располагает. Но понять это можно только опытным путем. Что еще хотелось бы сказать в завершении? Возможно, у вас создалось впечатление, что с белой ягодой работать сложнее. Да, есть, конечно, некоторые нюансы, но в северных регионах, когда у нас нестабильная погода, когда у нас не самые лучшие температурные условия, белую ягоду растить лучше. И из нее вы всегда получите хорошее вино. Вот с красной могут быть нюансы. Финальную зрелость не добрал, ну, все, получится вино не очень. С белыми проще, потому что они нам позволяют делать более широкий спектр вин. И даже вот белая по красному, там, пару дней выдержки на низге, даже если ягода несколько недозрела фенольно, никаких зеленых тонов не будет, получится хорошее, вкусное и качественное вино. А еще белая ягода это шикарный материал для игристых вин. И опять же в наших северных регионах игристые вины это вообще классно. Их тоже не так уж сложно готовить, а результат превосходит все ожидания и конечно этого стоит. Надеюсь ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, оставляю ссылку на другие полезные ролики и ссылку на плейлист по домашнему виноделью. под видео. Спасибо за субтитры Алексею